Здравствуйте, уважаемые севастопольцы и гости нашего города. Гостей с каждым днем становится больше и, конечно, они, прежде всего, хотят побывать на берегу моря, окунуться. И у нас сегодня в программе тема «Водные виды спорта». Начинаем мы с водного пола. Наши юные ватерполисты продолжают победные традиции. Вернулись из Керчи, где проходило перенство Республики Крым, причем открытое перенство. Было несколько команд из материка и девять команд ватерполистов принимали участие в турнире. Отметим, что девушек была только одна команда. А юношей семь команд и одна более старшего возраста. Команды были разбиты на две группы. И о том, как проходило перенство ватерполистов в Керчи, расскажут нам сегодня Владимир Гиевский, тренер по водному полу, он мастер спорта. И капитан нашей команды Илья Дячик, который продолжает семейные традиции. Его папа тоже тренер. Дмитрий Дячик, известный ватерполист, мастер спорта. Итак, организация и проведение турниров в Керчи. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Организация турнира была очень на высоком уровне. Все было предоставлено для молодых игроков. То есть и хороший бассейн, хорошее проживание, хорошее питание. Мы выступали там двумя командами. Была с Шор номер один первая команда и с Шор номер один вторая команда. То есть первая команда, как вы уже сказали, первая команда у нас выиграла первенство Крыма открытое. Вторая команда проиграла в финале, за третье место проиграла команде Тавриди Евпатории. То есть мы привезли и золотые, и бронзовые медали. И у нас сегодня в студии капитан нашей команды, которая стала золотым призером, которая победила своих соперников. Это Илья Дятчик. И он нам с гордостью покажет свою золотую медаль. И расскажет, как проходили игры именно в бассейне Керчи. Пожалуйста, сколько игр провели, сколько выиграли. Мы провели пять игр, четыре из них выиграли и одну проиграли. Четыре игры мы выиграли... С верстников своих, да? Да, а одну игру проиграли команде «Радуга». Из Москвы? Да, из Москвы. Она была вне конкурса. Но сильно проиграли или так? В десять мячей. Сильно. Да, видите, что возраст сказывается. В полуфинале мы сыграли с нашей второй командой «Севастополь-2». Мы их выиграли. И в финале столкнулись с ЦСКА-1, как, по моему мнению, самая сильная команда на этом турнире. Выиграли их с решетом 7-4. Я хотел спросить, а там же играли команды девушек, и наша вторая команда померилась силами с девчонками? Откуда девочки? Из Благодонска. И как игра закончилась? 7-4. 7-4 в пользу «Севастополь-2». Ну, девчонок выиграли. Ну, заняли. И у нас есть видеоматериал, и прокомментирует его Владимир Владимирович Гиевский. Пожалуйста. Ну, это соревнование. Девочки выступали здесь тоже на уровне с некоторыми мальчиками. То есть, как бы, все практически равная борьба между девочками и мальчиками на таком маленьком, ну, как говорится, маленьком уровне, в возрасте. В таком возрасте маленьком. То есть, идет практически одинаково. Потом уже идет ограничение по, ну, и возрастам, и мальчики уходят в свои чемпионаты, и девочки играют в свои чемпионаты. Девчонок мало занимается водным полом. Мы эту тему еще поднимем с вами. А это кто у нас? Все игра, бурлит вода, играют девчонки и наши ребята? Да, это играют девочки наши. Вернее, наши ребята играют с девочками. Я хотел узнать у Ильи о твоем амплуа именно в команде. И как ты считаешь, за что ты получил приз лучшего игрока турнира? Скорее всего, лучше всех отыграл. Забил больше всего голов. Сколько? 19. 19 мячей. А с кем взаимодействуешь в команде? С Соболевым Степаном и с Александром Спиридоновым. Сам проходишь, забиваешь мячи или все-таки у вас отработано кто-то и, как говорится, с тобой выдает пас? Когда как. Когда приходится, если вам мог, когда-то и командная работа. И сам тоже на них. Да. А самая трудная игра, какая была и за счет чего выиграли. Была самая трудная игра, финальная, ЦСКА-1. Выиграли ее за счет того, что долго готовились и настрой был боевой, чтобы выиграть. Все играли хорошо, плотно, хорошо отрабатывали. Награждали медалями, а кубок дали как лучшему игроку. Да. Молодец. Мы поздравляем нашего Илью. И еще раз хочется сказать, что продолжает традиции отца, который был у нас известным ватерополистом, а сейчас работает тренером в спортивной школе Олимпийского резерва номер один. И у нас на водные виды спорта сейчас стали обращать больше внимания. У нас в МГУ открылась общественная организация. Несколько слов о ней, Владимир Владимирович. Да. Открылась физкультурно-спортивная организация водных видов спорта, аллигатор. У нас четыре вида спорта. Это плавание, синхронное плавание, водное поло и прыжки в воду. Стоп. И у нас есть видеоматериал, и мы посмотрим. Действительно, теперь можно заниматься в бассейне МГУ и синхронным плаванием, и прыжками в воду, также плаванием. И вот мы видим, что как наши ребята занимаются и водным полом. Четыре вида спорта, причем все олимпийские. А кто у нас работает тренерами в двух словах? Плаванием. С плаванием у нас работает Брюхов Владимир Сергеевич, мастер спорта международного класса. Очень неплохо работает, передает свое мастерство, добытое на международных уровнях, с синхронным плаванием. У нас работает Иванова Ольга Борисовна, является старшим тренером по синхронному плаванию. Есть Дмитрюшина Яниса Вадимовна, Дорошенко Алина Андреевна. Это два молодых тренера, которых отправляли мы в Москву на обучение по синхронному плаванию, которые обучались, хороших специалистов в Федерации России. И приехали, и теперь этот опыт переносят к нашим молодым спортсменам. А у нас есть еще и впервые проходят тренировки по синхронному плаванию, и у них есть результаты. Я знаю, что уже одна девочка ездила, и сейчас вновь подготовлена команда. Кто у нас поедет, где будет участвовать? Да, уже у нас одна девочка ездила, и сейчас вот точно так же девочки готовятся на всероссийские соревнования Черноморская русалочка, которые будут проходить с 3 по 8 июля в городе Сочи. Туда наша команда повезет групповую. Из 8 человек будет выступать 3 соло и 1 дуэт. А уже определились лидеры из наших ребят. И с удовольствием девчонки ходят на синхронном плаве? И есть ли мальчишки на синхронном плаве? Нет, мальчишек пока у нас нету. Ну, девочки с удовольствием достаточно. Группа переполнена. То есть, ну, до сих пор постоянно начинаем набирать их. Дальше набираем. И с сентября начнем, и сейчас летом набираем. Ваши тренировки проходят в МГУ. В бассейне это 50-метровая ванна. Очень удобная. И вот плавцы наши из 4-й, бывшей 4-й, ныне спортивной школы Олимпийского резерва номер 1, где, в принципе, вы и вы работаете. Вот, просят, что тоже хотелось бы не только в бассейне, в бассейне Новокуленчика, но тренироваться и на большой воде. Вот. И намного это удобнее? Ну, удобнее, да. У пловцов же, у них соревнования бывают на... Короткой воде? Либо на короткой воде, либо на длинной воде. То есть, им удобнее, да, чтобы к каким-то соревнованиям подготовиться. Если им нужна длинная вода, то они могут и тренироваться и на длинной воде. Ну, готовиться к этим соревнованиям. Можно же и поперек бассейна плавать, он же 50 на 25, нет? На 25, но дорожек нет. Тут уже нужно... Не хватает количества дорожек, да? Ориентир нужен. И другим будут мешать. Да. А прыжки в воду у нас был и чемпион Советского Союза, я помню, отец его был тренером Драгунов, да. Драгунов, да. Вот. На Черноморском флоте. А у нас здесь 5-метровая вышка? 10 метров. 10-метровая в бассейне МГУ, да? 10-метровая в МГУ, да. Начиная из тройки, то есть вышки, которые стандартные были по бассейну сделаны, 3, 5, 7 и 10 метров. И с трамплин ежеметровый, наверное. Трамплина у нас в данный момент пока нету, но сделаны, как говорится, своими руками трамплины метровые, вышки, не трамплины, вышки, для того, чтобы дети начинали работать. Илья, а вот в Атрополитском где удобнее тренироваться? В маленькой ванне или же в большой? В большой. А почему? Поле больше. А вот я знаю, что у нас всегда хорошие вратари, потому что тренировались в маленьких бассейнах и на Черноморском флоте, и на 200-летие, и в третьей в ЭПУ-3. И вратарей часто, чаще бросали у нас. Вратарей очень приятно. Взять одного Александра Федорова, бронзовый призер Олимпийских игр. Он же таким, как ты был, приходил. Мы брали у него интервью. Он и чемпион мира, и Европы. Играет в Волгограде. Так что, это самое... А ты предпочитаешь все-таки тренировки в большой ванне? Да. Я также хотел спросить еще несколько слов у Владимира Владимировича о тех видах спорта, пожалуйста, сакцентируйте, которые у нас культивируются сейчас в вашей общественной организации. Ну вот, по прыжкам в воду у нас тоже. Вот мы говорили про Драгунова, вот его воспитанница. Сейчас у нас тренирует. Это Гиевская Наталья Леодидовна, мастер спорта СССР. Она тренирует у нас в нашей организации прыгунов в воду. И второй тренер у нас есть Печенина Инна Паловна, кандидат мастера спорта тоже. Но самые лучшие успехи в синхронном плавании. У нас есть еще видеоматериал. Пожалуйста, посмотрим фотографии. Прокомментируйте, Владимир Владимирович. Это фотографии с открытого урока, которые мы проводили на базе МГУ, где родители могли, вот вы видите, как тренер ставит определенные стойки детям, где родители могли поприсутствовать на трибунах и все это посмотреть, чего за определенный период добились их дети, что они умеют и как работают с ними тренера. То есть в синхронном плавании у нас хорошие результаты, позитив нормальный. Ну, они у нас первые пока начали выступать где-то на соревнованиях. Следующие. Я знаю, что синхронное плавание мы видели в бассейне на 200-летии основания Севастополя, но это к нам приезжали гости из Санкт-Петербурга, Москвы. А синхронного плавания у нас не было в Севастополе. В городе вообще не было. И вот очень приятно, уважаемые телезрители, те, кто любит водные виды спорта, пожалуйста, ваши дети могут прийти. Идет и летом запись секции. Это и синхронного плавания девчонок, прыжки в воду юноши и девушки. А вот плавание тоже юноши и девушки. А в водном поле пока у нас только команда юноши. Есть и девочки. Есть и девочки. Мало их. Ну, мало их. То есть на команду не на скребете. Нет. Пока нет. Хотелось бы, да. Потому что если медаль на тех же Олимпийских играх или на чемпионате России, что мужская, что девичья, что юношеская, одинаковые дают зачет. Правильно же? Чемпионка России. А среди девушек или среди мужчин в общекомандном зачете медали одинаковые. Итак, Владимир Геевский приглашает еще раз в свою общественную организацию, которая культивирует виды спорта. Как она называется? И еще раз назовите виды спорта, где вы ждете ребят. Она называется полностью так, чтобы сказать, Севастопольская региональная физкультурно-спортивная общественная организация водных видов спорта, аллигатор, где идет набор у нас на все четыре вида, которые мы ведем. Это синхронное плавание, прыжки, плавание и водное поло. Итак, мы сегодня с вами подвели итоги занятий севастопольцами водных видов спорта. Поздравляем еще раз Илью, как лучшего игрока открытого первенства Крыма по поло, его тренера, а тренируют наши команды, которые выступали в Керчи. Владимир Геевский, мастер спорта, и мастер спорта Дмитрий Дятчик. И также еще тренирует у нас Антон Дрозин. Это сын нашего известного заслуженного тренера. То есть, в принципе, два тренера. Антон Дрозин и Владимир Геевский, мастера спорта. А наши юноши в лице Ильи продолжают победные традиции в водном поло Севастополя. И звучит традиционное. Так мы завершаем каждую нашу программу. Всего вам доброго, удачи и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова